Добрый день, очень приятно здесь находиться. Ни первый, ни последний раз бываю в Казани и в Татарстане. Вообще это один из любимых городов. А в университете первый раз, тоже надеюсь, что не последний. Я не назвал бы то, что я буду отсюда вещать лекцией. И точно не хотел бы, чтобы это так воспринималось. Не потому, что у нас будет лекция скучная, выступление, надеюсь, будет не скучным. Лекции не скучные тоже. Но просто не хотел бы, чтобы это воспринималось как какой-то обмен односторонними знаниями, которыми я обладаю. Вам, которые как бы не обладают, это не про это вообще. И тут я для того, чтобы поучиться у вас тоже оценке того, что происходит. И почувствовать, какие ожидания у вас от завтрашнего дня. Вы гораздо более гибкие и адаптивные, чем люди нашего возраста. Надеюсь, по крайней мере, что это так. Потому что если это не так, это большая проблема вообще. Расскажу чуть-чуть о компании. Ну и два слова о себе, чтобы вы представляли, как я дорос до озона. Я получил юридическое образование. Учился в Академии Федеральной службы безопасности. Не очень долго проработал по основной специальности. Потом уволился. Ушел в бизнес. Работал в крупной российской компании. Базовый элемент – это холдинговая структура, в которую входит Русал. Ну и ряд других компаний. Работал в Российском союзе промышленников-предпринимателей. Оттуда ушел в Министерство экономического развития. Там поработал какое-то время, 6 лет. И потом ушел с государственной службы. Поэтому у меня есть опыт работы и в бизнесе, еще до озона. И в публичной сфере, в органах исполнительной государственной власти. Так что если будут какие-то вопросы, могу сравнивать. Можете не стесняться спрашивать. Стоит оно того, чтобы пойти на государственную службу? Не стоит. Мнения, как всегда, разные. И оценивать плюсы и минусы вам. В озоне я с 2021 года. До этого я возглавлял ассоциацию ритейла классического, куда входят непродовольственные компании типа NVIDIA, Eldorado, Детского мира. Спортмастера, Снежная королева. То есть это и лидеры индустрии торговли. И классический продуктовый ритейл. X5, пятерочка, магнит, лента, ашан, азбука вкуса и так далее. То есть что такое торговля и как она функционирует? То есть тоже представление, что называется, имел до прихода в Озон. Озон – это компания электронной коммерции, e-commerce принято называть, онлайн-торговля. Один из лидеров отрасли. Самая быстро растущая в России компания в секторе, который растет быстрее всех других. То есть вот ЭКОМ растет в России темпами самыми высокими из всех секторов экономики. Ну, если его выделять из торговли. И это, с одной стороны, феномен, с другой стороны, это тренд того, что происходит в мире. Есть такой очень хороший показатель – доля проникновения электронной коммерции в экономике. И он у нас 13,4% по итогам 2022 года. Немаленькие цифры. Такой бустерный рост был связан с ограничениями, которые возникли в пандемию COVID-19. Всем нам было запрещено какое-то время нормально, спокойно передвигаться, ходить на работу. Было такое счастливое время. Но при этом ты не мог ходить в магазины и совершать покупки. И все магазины классической розницы стали развивать каналы доставки. Но тогда уже существовали маркетплейсы. Яндекс.Маркет, Сбермаркет, Валдберес и Озон, конечно же. И вот тогда сформировалась и начала очень активно развиваться культура потребления с помощью дистанционных заказов. И люди к этому привыкли. Привыкли люди разных возрастов, даже старшее поколение. Мы адаптировали сервисы заказа и покупки оплаты, что важно, и доставки товара под людей с разными предпочтениями потребительскими. Это позволило оседлать, формировавшись в экономике, в обществе запрос на такую услугу и начать расти очень быстрыми темпами. И у нас до 2020 года темпы проникновения онлайна были меньше 10%, а потом просто взрывной рост. Ожидаем, что в 27-28 году доля будет 30%. Это значит, что большое количество людей будут регулярно заказывать товары, причем в том числе и продукты питания в онлайне. Почему я об этом говорю? Потому что это, с одной стороны, позволяет так вот спокойно, очень обнадежно смотреть в будущее и компании, и рынка. С другой стороны, это требует решения очень серьезной задачи. Как научившись быть эффективным на работе с относительно небольшим количеством операций, где достаточно какого-то ограниченного числа айтишников, тех, кто занимается продвижением товаров наших партнеров, кто продает через нас. Тех, кто занимается коммуникацией с покупателями, выстраивая обратную связь, обратную горячую линию обеспечивая научиться такой же уровень сервиса, к которому привыкли, обеспечить на совершенно других показателях, на совершенно других цифрах. Что такое другие цифры, чтобы вы понимали масштаб явления? Вы наверняка все имеете опыт заказа, и, наверное, не только положительный, но и отрицательный. Мы имеем больше миллиона заказов, оплаченных в день. Это колоссальная цифра. И как это работает на практике? Вы можете, зайдя на витрину Озона, выбрать любой товар. Система должна предложить вам выбранный вами товар по доставке, исходя из ближайшего местоположения к вам. Но поскольку вы не уникальный покупатель, то система работает с большим количеством данных и выстраивает систему логистики, управления нашим автомобильным парком. Работу фулфилментов, это большие склады, где происходит работа с заказом таким образом, чтобы сделать ее эффективной не только для одного покупателя, но и для всех, кто живет в этом районе, близком к распределительному центру, кто живет в более большом районе, кто вообще пользуется в масштабах страны сервисом Азона. И понятно, что время от времени происходят какие-то сбои. Я сам заказываю, поэтому тут ничего такого критичного или такого не лояльного по отношению к компании быть не может. Вопрос скорости реагирования на какие-то претензии, которые возникают. Это как один из примеров того, каким вызовом мы должны соответствовать. И вот когда у тебя количество заказов миллион в день, несколько десятков в секунду, правильно отреагировать на обращение того, кто столкнулся с проблемами, а это не только покупатели, это еще и продавцы, которые продают покупателям через нас свои товары. Это большое искусство и умение, и умение настроить систему. И, конечно же, тут не обходится без, так скажем, косяков. В основном эта система работает через боты. Но это показывает, что компания Азон – это, в общем-то, уже не столько ритейл-компания, это уже не очень-то электронная коммерция, это IT-компания. И требования, которые компания предъявляет к IT-специалистам, ну и к другим тоже, они очень высокие, и мы об этом сегодня поговорим на примере не одной специализации, а вообще требования сегодняшнего типа работодателей к сегодняшним и завтрашним потенциальным работникам. И что вообще мир ждет, мир компаний, мир бизнеса от профессии, от вузов и от студентов. Тут, собственно говоря, несколько слайдов в развитии того, что я говорю. Азон, как работодатель, который хантит очень большое количество работников на рынке труда, имеет программы стажировки с рядом ведущих вузов. К сожалению, посыпаю голову пепла, у нас пока такой программы с Казанским университетом нету, но мы вот сейчас до встречи с вами обсуждали с руководством университета возможность реализации такой программы. Это не значит, что вы, учась в университете, лишены возможности стать участником этой программы. Вы можете зайти, это будет на последнем слайде, но я заранее об этом скажу, в телеграм-канал, в ВК, как две основные пока сетки, на наши каналы, и посмотреть, как легко стать участниками программы стажировки, что она дает, какие эффекты для вас, какие ожидания у нас от вас, но опыт такой. Мы привлекаем студентов вузов по ряду профессий. Это финансы, это банковское дело, это юридическое сопровождение, и, конечно же, это IT, это маркетинг. Но IT я бы выделил особым блоком. Я сам не IT-шник, как я вам сказал, я юрист, но к IT у меня определенный пиетет, потому что это то, чего я не понимаю вообще, и я просто преклоняюсь перед этими людьми, перед этой функцией. И они в течение шести месяцев проходят стажировку, знакомясь, что за процессы происходят в компании, что является фактором успеха компании, каким требованиям надо соответствовать, как работает вся вот эта машинка, вне зависимости от того, какая специализация у человека, который проходит программу стажировки, будь то юридическое сопровождение, какие сделки, какие корпоративные процедуры, какое финансово-юридическое сопровождение, какие риски, как выстроен договор оферты, что такое юридическое взаимодействие компании «Озон» с продавцами, как обеспечивается юридическая защита тех, кто покупает товары на площадке «Озон». То же самое касается других направлений. И мы в рамках нашей работы по стажерским программам, в рамках наших постоянных консультаций с агентствами, которые помогают нам занимать работников по разным специальностям, мы уже как кадровых сотрудников для себя, исходя из нашей оценки, того, с кем мы работаем, выделили так называемые soft skills, такие требования, которые сейчас актуальны для «Озон». Я вот перед тем, как по ним пройтись, вот что хотел сказать. Вообще часто, особенно люди с каким-то техническим складом ума или обучающиеся на технических направлениях физика, математика, тот же IT, так вот высокомерно-снисходительно относятся к фразам умения правильно коммуницировать, управления конфликтами. Мне это все кажется чем-то, что не составляет value человека, что тебя на самом деле нанимают, воспринимают, привлекают и оценивают по другим знаниям, умениям. Если ты программист, то напиши программу под конкретное техническое задание. Зачем тебе там коммуницировать с кем-то? Ты сидишь в комнате без окон, может быть, дома у себя на удаленном формате работы, какая там коммуникация? И кажется, что все это придумки HR-блоков в компаниях, которые к реальности не имеют никакого отношения. Приведу вам для разрушения этого мифа и для того, чтобы вы не были заложниками отношения, что это все неважное, несколько примеров. Вот у нас в моем личном блоке, которым я непосредственно руковожу в компании, помимо функции управляющего директора, пришел сотрудник с очень высоким уровнем компетенции, с очень высоким уровнем профессиональной подготовки, с умением решать проблемы по направлению, на которое его взяли, но практически с уровнем ноль в том, что касается умения работать в команде и управлять конфликтами. То есть он свой стопроцентный потенциал, как специалист по направлению, на которое его наняли, множил на ноль тем, что вокруг него создавались конфликты, он разрушал команду, в которой он работает. И его пришлось уволить очень быстро, он не прошел испытательный срок. Три месяца, и он не работает в компании. При том, что я понимаю, что мы потеряли его компетенцию, в которой он был силен. Но выбирая между тем, он разрушит коллектив, или надо будет приложить усилия и найти другого специалиста, может быть, с не такими высокими навыками работы по направлению, его надо будет дотягивать как-то. Я, конечно же, выбрал, и это неизбежное решение, это любой нормальный руководитель так должен сделать, выберет второе. Уволить для того, чтобы сохранить микроклимат в команде, для того, чтобы сохранить других членов команды, для того, чтобы эффективность команды сохранить, может быть, на чуть менее высоком уровне, чем с ним, если бы он умел работать в команде, но не создавать риски для конфликта. И так работает бизнес. Бизнес – это очень рациональная среда, которая предъявляет очень рациональные требования. И это не вопрос, нравятся они вам эти требования или не нравятся. Вопрос, вы к ним готовы или вы к ним не готовы. Если вы к ним не готовы, значит, система вас отторгнет. Это звучит достаточно жестко, даже жестоко и цинично, но это как в медицине. Если вы в организме становитесь инородным телом, либо умирает организм, либо прощая инородное тело. Бизнес себе позволить умереть не может, это большая роскошь. Поэтому с таким человеком, с таким сотрудником попрощаются. А, скорее всего, его даже по итогам собеседования не возьмут, потому что все, что здесь написано, это чекается на этапе собеседования. Поэтому эффективная коммуникация – вещь очень важная. И аргументация убеждений. Еще один важный пример, почему все, что здесь написано, важно. Сейчас мир строится не только вокруг технологий, пользования ими. Но и вокруг общения людей с людьми, людей с машинами. Это не только про отношения внутри компании. Это отношения между компаниями. Это отношения внутри коллектива, между разными подразделениями. Это отношения в вашей аудитории, между вами. И мало произнести вещи, которые вы считаете важными, чтобы услышал участник разговора с вами корректно. Надо еще их произнести так, чтобы они были настолько же понятны тому, кому вы об этом говорите. То есть, если в вашей голове полная ясность, но вы излагаете неясно, то эта ясность до слушателя не доносится. И тогда вы можете напрягаться, что вас не поняли. Но, может быть, проблема не в том, кто не понял, а в вас, если вы не донесли мысль, которую вы хотели бы, чтобы была понята. Ситуация, когда в мире происходит конфликт на конфликте, и конфликтом погоняет. И когда турбулентность, если выражаться экономическим языком, зашкаливает. И когда многое зависит от того, насколько вас не только выслушали, но и услышали, и отреагировали. Умение правильно сформулировать и донести мысль до человека, до сообщества, наверное, очень важно. Но это не первое, не последнее, вернее, первое, но не последнее важный навык. Обратимся к человеку, который слушает. Он же тоже должен понять, что от него хотят, и какую мысль до него должны донести. Поэтому, когда вы выступаете в роли не спикера, не транслятора своих идей или чужих идей, которые вы разделяете, а слушателя, а в диалоге вы всегда эту роль в какой-то момент займете, то также уважительно относитесь к тому, что вам говорят, и постарайтесь понять, что от вас хотят, и какую мысль вам донести хотят. Это кажется, может быть, очень занудно, то, что я говорю, но если вы этим навыком сумеете обучиться и будете пользоваться, то ваше конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто не умеет этого делать. Это не только касается вопросов найма в любую компанию, не только в Озон, а вообще в любую, из любой сферы жизни, но и в вопросе вот такой коммуникации, такого общения. Вы будете на порядок стоять выше, этот навык будет виден сразу. Это как грамотность, которая, если вы обладаете, видна сразу. И вас хотят взять, с вами хотят общаться, с вами хотят работать, и не только работать, но и общаться, с вами хотят жизнь проводить. Видна сразу, так же, как грамотность. Поэтому у меня большая просьба к этому относитесь нелегкомысленно. Если вы не обладаете каким-то техническим знанием, юридическим знанием, финансовым знанием, это можно подтянуть. Прочитать что-то, выучить что-то, понять что-то. А вот этим навыкам нужно обучаться и уметь пользоваться ими. Это близко к такому неприятному слову, которое характеризует общение как манипуляция. Но если понимать, что под манипуляцией можно иметь не только отрицательный, в виду не только отрицательный какой-то процесс, но и положительный, то это хороший и полезный навык. Суметь убедить в том, что вам кажется важным, это важный навык. Но и понимать оппонента, понимать собеседника, что от вас хотят, и принимать точку зрения, если вы с ней согласны, это тоже важно. Поэтому другой важный момент – это критическое мышление. Я тут не по порядку иду из того, что написано, просто у меня в голове некая своя иерархия ценностей. И мыслить критически вы должны уметь. Вас, я так понимаю, учат еще со школы умению критически мыслить, но критическое мышление – это не отрицание того, что вам говорят. Это постановка под сомнение и попытка разобраться в содержании того, что вам говорят, умение посмотреть с разных сторон на явления, события, утверждения, что угодно, на свою позицию. И когда вы критически относитесь к тому, что вам говорят, какие мысли у вас в голове, к тем знаниям, которые вы уже приобрели, тогда вы способны раскрываться, предлагать какие-то такие нетривиальные решения, а главное, с большей вероятностью предлагать правильные решения. Потому что если вы критически не мыслите, вы будете просто повторять то, что вам говорят, а это не то, что нужно тем, кто с вами общается. Ну, под теми, кто с вами общается, мы понимаем каких-то людей высокоинспектуальных, которые способны и для вас какую-то пользу дать от самого факта общения. Поэтому критическое мышление, извините за автологию, критично важно. И это тоже то, что вас всегда будет выделять. Это не значит, что вы будете, извините за выражение, тупо оппонировать всему, чему вы не услышали. Но вот анализировать, раскладывая по полочкам, потому что анализ – это разложение. То, что вы видите перед собой, это важный и нужный навык, который будет вас тоже выделять среди тех, кто этого не умеет делать. Креативность мышления здесь, она стоит выше, чем критичность мышления, но без критического анализа, без способности анализировать и свои поступки, и поступки других, и какие-то процессы, которые вокруг вас происходят, и задания, которые вы получаете, вы не способны раскрываться, творчески мыслить и креативно мыслить. А сейчас время такое, что никто не требует выполнения задачи, так, как она сформулирована. Это не дом построить, где техническое задание, которое инженеры нарисовали, а потом рабочие делают сруб или по чертежам, или кирпичи количеством определенным выкладывают, фундамент заливают, и все, и дом готов. Дается общее понимание того, что необходимо сделать. Если человеку нужно разжевывать что-то, тогда найдут человека, кому не надо разжевывать, кому достаточно общее направление действий показать, задачу, которую нужно решить, или цель, которую нужно достигнуть, и дать свободу творчества для того, чтобы инструментарий, которым достигается задача, механизм достижения цели, он предложил сам. А дальше идет просто сравнение, насколько эффективно, насколько быстро то или иное решение позволяет цели достичь. Опять же, я говорю универсальные вещи, вне зависимости от того, в каком направлении вы работаете. Именно такой навык, умение так работать, нужно сегодня, а уж тем более завтра работодателю. Мы сейчас, вот перед тем, как начать общение с вами, посетили музей Казанского университета, и там было много про выпускников, кто потом был пионером в каких-то научных исследованиях. И все они отказывались от каких-то стереотипов, от каких-то вещей, которые считались аксиомами, и только поэтому смогли сделать открытие. Начиная от Лобачевского, которого как автора неевклидовой геометрии не признавали сначала, потому что все остальные не смогли от этих стереотипов отойти. И история эвклидовой геометрии была такая, что как бы ничего не говорило о том, что от ее стандартов нужно отходить, и что-то нужно другое. И математической мысли, и вообще мысли. Оказалось, нет. Ну и вот надо, наверное, чтобы мы все были такими в своей сфере лобачевскими, которые, базируясь на том, что уже открыто, на том, что уже сделано, на том, чем можно пользоваться, все-таки были открыты к новым возможностям, не зацикливались и не становились заложниками того, что до нас произошло. Потому что в конечном итоге перед каждым из вас в какой-то момент времени встанет вопрос, а что вы сделали в своей жизни? И если вы ничего не сделали, масштаб вот этого сделанного может быть очень незначительным. Но если вы сами себя не развили, если вы всегда только плыли по течению, если вы всегда пользовались только знаниями других, неважно, в какой сфере эти знания, вплоть до знания и умения общаться с другим человеком, и ничего не попробовали, даже с ошибками, с преодолением этих ошибок, ну, у вас, по идее, должен возникнуть вопрос не впустую ли я живу-то вообще. Если он не возникает, это не к этой части аудитории посыл, но по идее он должен возникнуть. И вот для того, чтобы избежать этой точки, когда он возникает, лучше бы сразу настраивать себя на какой-то креатив, на открытость, на незашоренность. Но для этого ты должен быть готов к ошибкам, пробам, к изменениям, к миру и так далее и тому подобное. И все вот это, это не какой-то философский взгляд на тип человека, который живет в середине или в первой половине 21 века. Это вполне себе конкретные требования вот той самой структуры, которая называется HR в любой компании. Все хотят взять к себе лучших. Лучших с точки зрения навыков по конкретной специальности найти тяжело. Ты понимаешь, это только когда человек проходит какой-то период работы в виде стажировки, в виде какого-то начального этапа работы, испытательного срока. А вот то, насколько человек соответствует требованиям сегодняшнего мира, стандартам компании, а компании должны соответствовать требованиям мира, или такая получается зеркальная корреляция. Это видно сразу. И это для вас сильная подмога, потому что если вы кому-то не подойдете, потому что культура корпоративной компании, команда, в которую вы вливаетесь, уровень зарплаты, управление рабочим временем для вас не подойдут, вы не будете себя чувствовать ущемленным, что-то потерявшим. Вы будете плясать от себя. И вы будете искать, потому что не только работодатель ищет вас, но и вы ищете работодателя. Ну, все остальное тоже важно, но просто, чтобы не терять времени, наверное, пойдем дальше. Вот это вот запомните. Знаете, у меня сейчас такой достаточно долгий период большого количества командировок, начавшихся с Министерства экономического развития. И сначала у меня был период командировок внутри России. Я отвечал за экономическое развитие в контексте инвестиционного климата, условий привлечения инвесторов. Инвесторы бывают внутренние, внешние. Внутренние – это российские компании, которые реализуют проекты на территории Российской Федерации. И каждый регион хочет, чтобы эти деньги вместе с проектами пришли к ним, но не все умеют создавать условия. И мы создавали нормативную базу, законодательную базу, для того, чтобы это было возможно сделать, но и приезжали в регионы для того, чтобы понять, а вот тот инструментарий, который мы создаем в федеральном министерстве, воспринимаем регионами или нет, надо туда внести какие-то изменения или нет, и как, может быть, настроить команду региональных администраций, региональных властей. И потом был период зарубежных командировок, потому что стояла задача привлечения иностранных инвесторов. И вот тут маленькое отступление, от темы, вы молодые люди, вы, в отличие от нас, не зашурены, вы гораздо спокойнее должны воспринимать все, что сейчас преподносится, как вот делай так, так не делай. Вы должны отталкиваться от своего мира ощущения, и вы пользуетесь такими сервисами, которые делают вас частью глобального мира. И какие бы сейчас изоляционные процессы, какие бы сейчас санкционные процессы не происходили, это все явление временное. И Россия часть глобального мира, и не только экономически, социально, культурно, исторически, политически, и вы часть глобального мира. И у меня, я уверен, что вы так к себе и относитесь, но все равно я не могу об этом не попросить. У меня самого трое детей, один из них заканчивает школу, я вижу, насколько он коммуницирует через интернет, через разные сервисы внутри интернета, это не только игровые сервисы, это и программирование, он этим увлекается, с теми, кто ему интересен, из других стран, разных совершенно локаций в мире, для них нету деления на дружественные и недружественные страны, на Азию или Европу, Северную или Южную Америку, для них просто вот есть мир, как одна планета, и там, в этом мире, нету границ. И все, что здесь написано, все, о чем я говорю, это требования, это пожелания, это запрос, это уже сформировавшийся запрос, даже не работодатели, не бизнеса, не компаний, а общество, к другим членам общества, каким стандартам, каким они должны соответствовать, какими навыками они должны обладать, потому что глобальное общество без границ в части возможностей общения, но пока еще с границами, в части политических каких-то ограничений, является заложником умения или неумения общаться. если вы будете уметь общаться, а это и язык, я имею ввиду русский, английский, немецкий, китайский, любой, это и язык общения, правила коммуникации, и способность донести свою точку зрения, и способность уважительно, без истерики, неагрессивно воспринимать чужую точку зрения, и уметь аргументировать, спорить, доказывать, но и уметь признавать то, что вас убедили в чем-то, от этого зависит, насколько вы успешно будете не в маленькой части, в университете, в своей группе, в Казани, в России, насколько вы конкурентны будете в мире. Вы этими возможностями можете воспользоваться, можете не воспользоваться. Но вопрос стоит так, или они у вас есть, и тогда у вас выбор, пользоваться ими или нет, или их у вас нет, и тогда у вас никакого выбора нет. Вот на мой взгляд, 50-летнего человека, лучше, чтобы возможности были, чем если их не будет. Поэтому к себе относитесь, пожалуйста, как к части глобальной, глобального общества, где есть такие же и не такие же, как вы, но не такие же, как вы, совершенно те же права имеют и те же возможности. И делить людей на тех, кто более достоин чего-то и тех, кто менее достоин, не просто преступно и неправильно, это еще очень опасно, потому что добившись успеха в такой сегрегации, вы потом можете сами в какой-то момент оказаться в категории тех, кто по мнению кого-то не очень-то чего-то достоин. Так вот, о разнице. И вот, когда ты ездишь много и часто, формируется некий такой портрет человека, с кем ты общаешься. Это касается чиновника, это касается предпринимателя, это касается человека в целом. И вот, к сожалению, для нас, для меня тоже касается, я, говоря про на сожаление, к себе его тоже отношусь, мы гораздо менее открыты, мы гораздо более консервативны, мы гораздо более невосприимчивы к каким-то возможным изменениям, которым надо соответствовать, или уметь определить это те изменения, которым надо соответствовать, или наоборот, те, которые нужно блокировать, но надо быстро адаптироваться к ним, быть открытым. И это то, что девальвирует все другие преимущества нас. мы в значительной степени лучше образованы, часто. Но вот неумение эти знания, эти навыки, которые у нас есть, правильно применить, использовать, обедняет и общество, потому что оно не получает эти знания, которые у нас есть, и нас самих. И, в общем, мне бы хотелось, чтобы современное студенчество, которое придет завтра на смену нам, не вызывало таких чувств сожаления, которые я сам у себя вызываю, сравнивая себя с теми, с кем общаюсь в мире. Это не только про личный успех, который тоже, кстати, имеет значение, и который материален, он и эмоционален, потому что если вы чувствуете себя успешным человеком, вы комфортно проживаете жизнь, у вас нету стресса, что вы чего-то не достигли, вы радуетесь. Жизнь – это уж, поверьте, не верьте, но мое мнение, жизнь – это не про то, чтобы в ней было место подвигу. Так иногда бывает, но хотелось бы, чтобы места для подвига было как можно меньше, чтобы жизнь не требовала совершать подвиг ежедневно. Из подвига мало кто живым вообще выходит. Но и про материальное тоже, потому что чем успешнее вы, тем более независимым в материальном плане, благодаря более высокооплачиваемой работе вы получите. Но это и возможность выбирать работу, выбирать работодателя, а не сидеть и трястись по итогам собеседования вас взяли или не взяли на работу, которая вряд ли будет вызывать у вас счастье присутствия там в течение длительного времени. Нам вот как работодателю не очень хочется, чтобы работник приходил с мыслью опять на работу. Нам хочется, чтобы он там творил, а это значит, что она и для него должна радость приносить. Но если вы не чувствуете себя свободными, творцами, если вы не получаете удовольствие, а если вы делаете по указке, то вы не получаете удовольствие, то вы и сами себя лишаете счастья, а жизнь, она один раз только и не очень успешна как работник. Давайте, наверное, на этом это вот ссылки, можно по QR-коду залезть в наш канал и в ВК, и ВКонтакте, я эти слайды оставлю. На этом я, наверное, вот закончу вот эту нудную часть лекции и готов на вопрос ответа, комментария, согласие, не согласие, мнение. Пожалуйста, своим там опытом жизненным могу поделиться, успешным, не успешным, поэтому тоже можете про все, что угодно спрашивать. Сминец, я хочу сказать о том, что это очень мягкое для того, что это будет. Я на коробке сомн. У меня вопрос касательно финансовый и отчетческий зону за 22-й год. Минец раз вырос, что общая выручка выросла на 177 за 147%, что достаточно большая для нас. Также баня отказала на свой рост числа на 128%, но общая числа выросла всего на 2%. Тем более компания на сегодня несет рынки в размере 28-й и 2-й миллиарда рублей. Связано ли это, как было сказано в прошлом, что компания изменила стратегии финансирования и расходы и увеличив расходы на технологию финансирования и общая демократия и расходы? Да, спасибо за вопрос, но я надеюсь, что в вопросе не предполагается, что скажу нет, это не связано, и тогда вопрос к отчетности, я просто поясню, почему это связано и как это связано, а ответ короткий, да, конечно, связано. И Озон это публичная компания, которая размещалась, это самое, не одно из самых, а самое успешное IPO из всех российских компаний на внешних рынках, размещалась на NASDAQ, IPO очень успешное было, почему это важно, потому что размещение на рынке это не только доступ к деньгам, это еще и обязательства, это еще и обязательные требования с точки зрения раскрытия финансовой отчетности, с точки зрения качества отчетности, с точки зрения качества подтверждает аудит, независимый, который отчетность проверяет, и это те требования, которые предъявляют регулятор биржи, на которой торгуются бумаги компании, любой публичной, и акционеры через требования этой площадки. Поэтому любая компания, в том числе и Озон, просто не может позволить себе роскоши вот что-то там подшаманить в отчетности, показав одни цифры и обосновав их как-то некорректно, потому что все это станет сразу видно. Хорошо, что этот вопрос возникает у студента первого курса, а не только у второго курса, а не только я уже понизил, а не только у профессиональных инвесторов или розничных инвесторов. Теперь по сути, согласно стратегии Озон, для того, чтобы обеспечить быстрый рост на рынке, в первую очередь рынке Российской Федерации, потому что основную долю выручки дает Российская Федерация, но и позволяет осуществлять экономическую экспансию в интересных для нас регионах, а это до недавнего времени Казахстан и Беларусь, с недавнего времени это еще Киргизия, Китай и Турция, требовала серьезных инвестиций. Бизнес и ком построен так, что, как и значительная часть других бизнесов, в других секторах, для того, чтобы получать прибыль от своей доли, ты должен сначала проинвестировать в захват этой доли, в расширение зоны своего присутствия, применительно к налаживанию процессов на этой территории. В России нам надо было увеличивать складскую инфраструктуру, логистическую инфраструктуру, это требовало инвестиций в IT-блок, как я вначале говорил, потому что масштаб сильно меняется в количестве операций, это колоссальные деньги, измеряемые сотнями миллиардов рублей. И акционеры утвердили концепцию развития бизнеса компании таким образом, что до определенного года она была планово-убыточной, должна была быть планово-убыточной. Этот период времени еще не наступил, но в 2021 году в конце было принято решение о том, что компания достигла уже таких масштабов и ситуация на рынке и интересы акционеров диктуют необходимость оптимизации расходов для того, чтобы выходить по EBITDA в ноль хотя бы и постепенно начать становиться прибыльной компанией. Это означает, что нужно серьезным образом пересматривать инвестиционную программу, сокращая издержки. Издержки бывают разные. Бывают ОПЕКСы, бывают КАПЕКСы, и при этом тебе ни в коем случае, тебе это, я имею в виду, нам, это не обращение необходимо сохранять стратегию экономической экспансии, выходы в новые регионы, расширение зоны своего присутствия в регионах в Российской Федерации, не только инвестирование в сохранение качества, ускорение сроков доставки, расширение объемов доставки, работа с большим количеством сейлеров, с большим количеством заказов. И вот это сочетание, такие ножницы классические, когда тебе надо и косты резать, и при этом сохранять инвестиции в том, чтобы растить долю на рынке, потому что она ключевым фактором, помимо операционной эффективности, фактором для того, чтобы мы становились прибыльными, является. Вот это приводит к тому, что мы выручку наращиваем, а издержки пока не таким образом сокращаем, но это осознанное решение, чтобы по прибыли выходить совсем в ноль. По ибде мы вышли, прибыль пока еще только операционная, но тренд мы поменяли существенно, и поменяли не за 4-5 лет плавных, к которым мы должны были подходить, а фактически за один год. Мы сейчас на что, мае месяц, да, получили отчетность по первому кварталу, в ожидании отчетности по второму кварталу, я пока ничего там не могу говорить, естественно, в силу опять же того, что мы публичная компания, сейчас один интересный пример приведу, такой он смешной, но полезный для всех. Вот там впечатляюще хорошие результаты, но все равно издержки генерируются, и вот IT-блог, и логистика тому примеру. Еще у нас было несчастье, у нас в конце лета прошлого года сгорел склад на Новой Риге, это самый большой склад в регионе Московской области Москвы, а этот регион генерирует самый большой денежный поток, и самое большое количество заказов и GMB в стране, ну и вообще во всех регионах, где раз Озон представлен, это тоже, конечно, фактор, который надо учитывать. Но сам ли такое, все, что указано в отчетности таких публичных компаний, как Озона, это не только Озон, требует, конечно же, критического переосмысления отношения, но в значительной степени заслуживает доверия, потому что там есть фильтр в виде независимого аудиторского заключения. А компании, которые делают аудиторское заключение, они тоже под обязательными требованиями регулятора, в России это центральный банк, который тоже не позволяет им баловаться, что называется. Я вот еще вхожу в качестве независимого директора в сайт директоров рейтингового агентства Эксперт РА, и мы там регулярно разбираем, что происходит с процессом выставления рейтингов компаниям, которые покупают услуги этого агентства, насколько эти рейтинги корректно выставляются, потому что и рейтинговые агентства тоже под присмотром регулятора. Это вот детали, но это очень важные детали для того, чтобы понять, как финансовый рынок функционирует, а Озон это часть финансового рынка. Регулятор устанавливает обязательные требования, универсальные в виде требований, которые носят нормативный правовой характер, и регуляторные, которые являются предметом контроля в отношении тех организаций, куда Банк России заходит как контролер. Те же аудиторские компании, те же рейтинговые агентства. Если тебе делегировано право осуществлять какую-то деятельность в отношении субъектов экономики, проводить аудиторское заключение отчетности, на которое потом ориентируются инвесторы, которые решают покупать акции или не покупать акции или облигации, они на отчетность ориентируются, и она должна вызывать доверие. Это вопрос и к компании в первую очередь, но и к аудиторской компании, которая подтверждает это. Или не подтверждает, когда компания пересматривает и переделывает отчетность. Но это доверие к всему финансовому рынку, за которое отвечает регулятор. Федеральная резервная система в Штатах, Банк России в Российской Федерации, Центральный банк в ЕС и т.д. Ответил? Я не скажу, я поэтому и спросил про работающие камеры, потому что вот есть вещи, да, и сейчас, спасибо же за мостик такой, я сейчас к этому смешному случаю, который вчера произошел, перейду. Есть вещи, которые мы, как публичная компания, не можем публично транслировать. Была некая стратегия, я сейчас не уверенно могу сказать, она была публичной или нет. Если бы я уверенно мог сказать, я бы сейчас сказал. Но поскольку я не уверен, лучше я не скажу. Но я вот не случайно дал коридор, когда говорил о том, в течение какого времени это не произошло, произошло быстрее. Вот примерно на этот период и ориентируйтесь. Случай. Тоже особенность публичной кампании. Вчера на форуме, который проходит в Казани-Экспо, товарищи наши задают, чем хорош форум, ты всегда можешь встретить в процессе такого дефилирования по территории форума между сессиями кого-то, с кем ты давно не общался, с кем тебе приятно увидеться, у тебя к нему вопросы, у него к тебе вопросы. Это не в формате зашел в кабинет, отработал какую-то тему и вышел, а на какое-то общение времени не хватает. Здесь более свободный такой формат. Поэтому, когда вас куда-то приглашают на такие мероприятия, всегда с удовольствием идите. Вопрос, как вы воспользуетесь такой возможностью. стоит или не стоит покупать бумаги за рубежом наши у иностранных держателей. Я, с одной стороны, должен сказать, ну, в зависимости от финансовых результатов, да или нет. Но, с другой стороны, как лицо, занимающее определенную позицию, должность и ответственность чувствую за какие-то заявления, которые приведут к действиям конкретного человека, я, так сказать, не могу. Это вот дилемма такая, которую, в общем, человек, исходя из своего уровня позиции, которую он занимает, должен всегда анализировать, что говорить, что не говорить, как говорить. Это, кстати, тоже пока там созревает, надеюсь, второй вопрос или какой-то комментарий. Очень много зависит от умения не что сделать или что сказать или какую информацию донести, а как это будет сделано. Ну, на самом бытовом уровне в семье это хорошо проявляется, когда вы недостаточно деликатно можете что-то произнести, о чем-то спросить, попросить, потребовать, высказаться, то это вместо ожидаемой реакции провоцирует другую, противоположную реакцию. И мы на бытовом-то уровне всегда начинаем сразу ерепениться, переживать и претензии предъявлять тому, кто не понял или понял не так или не сделал, но надо иногда задуматься, а так ли мы сказали. Может быть, чисто эмоциональное восприятие помешало содержание услышать и отреагировать. И потом в обычной такой бизнесовой жизни, в каких-то коммуникациях, в переговорах это часто происходит, мы становимся заложниками неумения правильно излагать мысли. Мы сейчас как компания выходим на новые для нас рынки и очень много общаемся с арабским миром. Я хочу вам сказать, что мой личный опыт того, как мы с ними общаемся и то, что я вижу по общению вообще российских компаний с арабским миром говорят о том, что мы, конечно, совершенно не понимаем, что для них является важным в процессе переговоров, а что не важно. На основании чего они делают выводы, принимают решения и пока мы не умеем соответствовать их взгляду на участника переговоров, на бизнес коммуникации и теряем из-за этого очень много сотрудничества. Но учимся. Поэтому всегда еще и отталкивайтесь от человека, которые напротив культуры могут быть совершенно разные. Договориться с европейцем это не то же самое, что договориться с азиатом или с арабом. Меня сегодня удивили фактом, что Казанский университет оказывается обогнал РУДН по количеству иностранных студентов, обучающихся в УЗИ. Это очень отрадный факт и очень приятно. Но вот вы, наверное, видите, общаясь друг с другом, что это разные культуры. Я хочу предупреждение этих как возможно университетов. Я Заканин являюсь владителем и тем же по организации и институтам учащихся нашего университета. У меня один вопрос и один вопрос. В начале слайда написано, что новая профессиональная компетенция, но в большей степени вы уделили внимание собственностью лампу. А, первый слайд. Да. Новая профессиональная компетенция. Профессиональная компетенция мы понимаем, что это то, что делает университет для специалистов и людей. И, соответственно, задача университета вы готовите высококвалифицированного специалиста, который был полезен бизнесу, обществу, государству и так далее. Вы привели пример с специалистом на зал его должности, что он был высококвалифицированным, хорошим и так далее, но он был в хромате как раз вот эти собственные критические мышления, экстреллективы и так далее. Прехопример вообще это Семен-Андольский судостроительный завод, где как раз возникает где-то вот если вдруг возникает такая потребность, такая необходимость подтянуть сотрудника, подтянуть человека в каких-то моментах до его отправлять на доучение либо до профессиональной подготовки, ну, софт-спиловую подготовку для того, чтобы его можно было вернуть как раз в процесс. Отличные программы софт-скиллс, которые вы предлагаете. предлагали ли вы этому специалисту какую-либо помощь для того, чтобы все-таки высококвалифицированные специалисты, которые выходят из грузов, все-таки оставались на предприятии, на работе, находили свои призвания, находили свою работу. и один небольшой комментарий. Мы вот два года с коллегами проводим карьерные события, карьерные мероприятия, и одну из них, она любого с другими маркерплейсами, принимала участие. Если у вас представительство в Казани, в Казани, с которым мы могли бы может быть взаимодействовать, кому было бы интересно организацию с учетом подготовки по собственному. Давайте тогда со второго вопроса начну, потому что там короткий ответ. Такого специального представительства в Татарстане нет. Есть команда специальная, кто в Москве сидит. Наверное, это наша недоработка, что мы проморгали такую вашу программу и дадим контакты. Аня даст контакты с кем из наших коллег в Москве поработать. Но я думаю, что мы этот пробел восполним. По второму вопросу, по первой части это очень интересная история. И ответ будет из двух частей. Кстати, наверное, вот будет часть такая комплиментарная по отношению к любому, кто может оказаться в этой роли, что он чему-то не соответствует, потому что это не всегда вина, это беда и, конечно, нужно подтягивать. Но беда я в таком легком смысле слова говорю. А вторая часть будет очень жестокой. вторая часть ответа. Вот первая часть ответа, конечно же, любого человека, который оказывается в любом подразделении нашей компании, не нашей компании, задача постараться поднатаскать, подтянуть, сначала объяснить, если он не понимает по каким-то причинам требования запроса коллектива, компании в целом, а не только части компании к тем стандартам, до которых он пока не дотягивает. Это через разные инструменты может делаться, но и программа обучения в том числе. Это очень рациональный подход, потому что, если ты взял человек, он проводит время, он какую-то работу делает, он за это получает деньги, то просто его выставить на улицу это не очень эффективно. Сначала, тем более, если он высококвалифицированный специалист. Конечно, его нужно сохранить в коллективе. И так все системы работают. В спорте так работают, в бизнесе так работают, всегда и везде. Вопрос там разницы времени, сколько ты тратишь на это, и насколько ты быстро понимаешь, он подтягиваемый или не подтягиваемый. А вторая часть жестокая. У тебя бывают профессии, навыки с очень высокой конкуренцией на рынке труда. когда ты можешь безболезненно для бизнес-процесса заменить одного другим. А бывают с низкой конкуренцией, когда ты не можешь так быстро сделать. Система работает так, что сначала все процедуры, которые в алгоритм заложены, попробуют, обучение, а дальше бывает развилка. Если человек гений в той части, в которой он разбирается, из-за этого убрали, то мы там все сделаем для того, чтобы поднастроить все остальное. Иногда происходит так, что ты сознательно идешь на то, что какая-то конфликтность будет, пытаясь просто купировать последствия этого конфликта. Но это крайне редкий случай. Ну, очень редкий случай. В спорте много таких примеров, но даже там выбор между звездой и командой на 99% происходит в пользу команды, а не звезды. Редко, когда бывает обратное. То есть, какая-то мегазвезда должна быть. И все равно с точки зрения результата не его, а команды, это почти всегда такой вопрос, всегда чего-то не хватает в конце. Не хватает как раз усилий вот другой части. И в бизнесе то же самое. Только в бизнесе не надо ждать конца сезона и финальной игры. Там, понятно, быстрее. И цена поражения выше. Не просто переходим в следующий год, а ты потерял долю рынка, ты потерял прибыль, акционеры не получили прибыль, ты как работник весь не получил финансовый результат, от которого у тебя зависит премиирование. Это много сразу. И спасать его потом тяжелее, такой бизнес. Потому что начинает возникать тенденция. Растущая компания и падающая компания – это разные вещи. В растущей компании свои вызовы, там надо поддерживать рост, делать его устойчивым, а не сиюминутным. Может быть, расти чуть медленнее, но устойчивее, чтобы он был органическим. А падающую компанию надо спасать. И когда компания начинает падать, там уже не вопрос сохранения одного человека, там вопрос по поводу резать штаты или не резать все в целом. и вот это про жестокость. Когда ты принимаешь решение, ты должен эти риски тоже взвешивать. Если у тебя конкурентный рынок или если у тебя каким бы он умелым сотрудником не был, потребность вот именно в этом навыке не такая, чтобы ставить зависимость, совокупность навыков других, конечно, надо расставаться сразу. И может быть, издержки связаны с тем, подтаскивать его или не подтаскивать, гораздо выше, чем те, которые ты понесешь, если вдруг будет период слишком долгий и если он не дотянется. Но это всегда очень индивидуально. Вот есть фильм такой замечательный, «Большая семья» называется, старый очень, про семью Журбиных, которая была династией на судостроительном заводе. Вы сказали про судостроительный, я про него и вспомнил. Вот там примеры работников, кто вот, несмотря на все особенности характера, оставался на работе на медном заводе, от кого вся индустрия этого завода зависела, и другие, которые были очень хорошие, квалифицированные и в профессии, связанные непосредственно со сборкой и в сопутствующих, финансы, юристы. Но к ним, от них не было такого зависит, все, до свидания и все. Но к этому надо быть готовыми, не надо думать, что мир будет плясать вокруг вас. Я сказал, что вы на предпоследнем стадии тоже выбираете компанию. Но я не хочу, чтобы у вас сформировалось мнение, что мир бизнеса это такие вот объятия работодателя, которые вот будут вас всегда холить или леть. Это достаточно жесткие требования, которым вы соответствуете или не соответствуете. И сосед ваш по кабинету очень сильно зависит от вашей эффективности. Если вдруг компания, которая вас наняла, будет терпеть вашу неэффективность, то пострадает он тоже в том числе, потому что пострадает бизнес компания. Ну и с этим никто мириться не хочет. В этом случае развитие именно с которыми специалистами очень плохие соцсетки. Была добавляя с процедуром, наверное, человек очень короткий, то есть не как уже по краю, но последний специалист. В этом случае кажется, что перспективнее для оручения добавления соцсетков или определенного национального выбора. Ну вот в идеале я там не HR нашей компании, но в идеале, конечно, сочетание и соц, и профессиональное. Но вот идеального варианта редко когда там находится. Если профессиональные навыки это причины, по которые тебя хантят, берут или не берут, то соц скиллы это оценка того, ты ими обладаешь или не обладаешь, и можно ли их подтянуть в процессе, если вдруг такая необходимость возникает. Но вот дальше, если ты ими не обладаешь и их нужно подтягивать, а они не подтягиваются, то соответственно профессиональным навыкам не гарантия того, что тебя оставят. Потому что поставьте себя на место руководителя. У вас есть уже сложившийся коллектив, и они соответствуют профессиональным и социальным навыкам. Это помимо того, что социальные сами по себе важны, как часть профессиональных. Допустим, разделим их, это будет очень вульгарное разделение, но тем не менее. И человек просто разрушает поляну вокруг себя, у вас задача сохранить не его, а коллектив и функцию, которую коллектив выполняет. Если у вас это не получится, то пострадает бизнес-компания, пострадает коллектив, но это продолжение ответа на предыдущий вопрос. Поэтому там очень-очень важны. Кажется, что профессиональные конечно важнее. Но сейчас мир меняется, компании меняются, тип компании меняется, технологии живут гораздо меньшее время, чем раньше. Раньше ты сделал технологию, она 30 лет себя кормит, и можно просто обслуживать эту технологию, и возникает некая зависимость от технологии. Сейчас такого нету практически. Сейчас одна технология возникла, тебе нужно ее суметь продать здесь и сейчас, потому что буквально завтра возникнет другая технология, либо улучшенная версия этой технологии. А что такое уметь продать? Это навык общаться, продвигать. Поэтому при приеме конечно анализируются профессиональные навыки, но при работе они не то, чтобы отходят на второй план, но в полный рост начинают вырастать социальные. если ты вдруг им соответствуешь, я достаточно жестко сразу по-живому. Ну, после программы обучения, все-все-все, а некоторых даже и на программу обучения нет смысла допускать. Много в мире примеров, когда даже навыки руководителя убивали компанию. Что такое в мире публичных компаний SEO-компании? Это нанятый и руководитель. Он может быть гением финансового рынка, но если он разрушает коллектив внутри компании, то толку потом от того, что она в периоде хорошо торгуется. Завтра она покажет такие результаты, что стоимость ее обнулится. Поэтому это, конечно, важный фактор. Это тоже особенность современного мира. Количество коммуникаций растет. Раньше такого, на мой взгляд, не было. Раньше коммуникаций меньше было. Период реакции на какое-то взаимодействие гораздо более долгий был. Ну и, соответственно, там риски с этим связаны другие. А сейчас решения принимают 10 часов. Сейчас ты приехал на переговоры, тебя либо восприняли, либо не восприняли, не восприняли, компания потеряла инвестора. У нас сегодня была сессия, Сбербанк проводил, и она называлась «Разрушение стереотипов», и мы оценивали там влияние санкций на экономику. Конечно, есть факт, что экономика даже в условиях огромного количества санкций, а их, как выясняется, введено в отношение России больше, чем в отношении Ирана, а Иран – это такой очень показательный пример жизни страны под санкционным давлением, под санкциями, все равно не означает падение экономики, у нас даже сейчас наблюдается рост. Значит ли это, что санкции – это источник роста бизнеса или нет? Ну, на мой взгляд, конечно же, в любой ситуации без санкций развиваться легче, чем с санкциями. Другое дело, что санкции накладывают ряд ограничений, которые кто-то успешно проходит и адаптирует свой бизнес к вот этому изменившемуся режиму работы. Но применительно к озону – это товарные рынки, откуда мы можем забирать товары, логистические каналы доставки товара на территорию Российской Федерации, это финансовые операции, насколько мы их умеем быстро и качественно проводить в условиях, когда на ряд финансовых организаций наложены санкции, с ними невозможно сотрудничать. А кто-то не умеет. И вот тот, кто не умеет, он уходит с рынка или их услугами перестает пользоваться. Это создает конкурентное преимущество для тех, кто умеет работать в этих условиях. И вроде бы как кажется, что это такая возможность для развития бизнеса. Но очень странно на этом основании сделать вывод, что санкции – это хорошо. Я не говорю, что так было сказано, но просто можно сделать обратный вывод, что, конечно, без санкций работать лучше и проще. Но мы научились и в условиях санкций работать. Вот какой вызов для экономики в связи с этим? Количество тех игроков, кто научился работать в условиях санкций, а это всегда дополнительные финансовые издержки на преодоление ограничений, оно меньше, чем количество тех, кто не выживает в этих условиях. И получается плохая история концентрации всей экономики вокруг меньшего количества участников. Банков становится меньше, вроде бы каждый из них становится более устойчивым, но банков становится меньше. Производители каких-то товаров становятся меньше, каждый из них вроде бы продает больше, но количество игроков становится меньше. И это вот формирует не очень хорошее состояние статуса экономики, когда уменьшается количество, есть такой термин субъектов экономической деятельности. А если сокращается количество тех, кто что-то производит, неважно, это финансовая услуга, это производство каких-то товаров, то сокращается количество рабочих мест, сокращается возможность получать зарплату, сокращается для инвесторов количество объектов, куда можно инвестировать деньги и зарабатывать на этом. Поэтому успех в преодолении санкций не означает, что санкции – это неплохо. У вас просто другое качество жизни становится по сравнению с ситуацией, как если бы санкций не было. Сказать вам, что вы можете проходить программу обучения только находясь дома, не означает, что вы не получите образование. Но качество образования будет другое. То же самое и здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...